Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня вместе с вами рассадим питонию. Покажу, чем я хочу ее заменить. Покажу, как выглядит моя семенная глоксинья. Ну, конечно же, не раньше, не позже всеми своими делами заниматься. Напомню, что томаты я высаживаю, выращиваю, вернее, без пикировки, без рассадки, без всего. Просто сразу даю им окончательный объем. Если этого объема им мало, то я потом переваливаю как бы в больший. Но это бывает крайне редко и практически не бывает. В этом году свои томаты я посеяла намного позднее. Где-то на две, а то и три недели позднее. Вот. И нисколько, в принципе, об этом не жалею, потому что те томаты, которые взошли раньше, этот я сеяла 31 марта. Вообще сегодня у нас 15 апреля. То есть вот он такой дружочек. Я сейчас подсыпала ему землю. То есть я просто досыпаю землю до семидолек. Вот. И они выглядят относительно хорошо. То есть они не вытягиваются, им хватает света. Они не будут лошадьми, когда уже их выносить, да? Ну, то есть высаживать в теплицу. Потому что до этого я сеяла раньше. И получалось так, что у нас сейчас в последнее время на первые майские праздники вряд ли удается что-то посадить в теплицу. Еще холодно. Я живу в Вологодской области. Вот. Теплица у меня не отапливаем. Поэтому потом я выношу уже громадные кустищи, которые очень долго приживаются. Они вытягиваются. Приходится тут танцы с бубнами всевозможные проделывать. То прищипывать, то еще что-то. То есть в этом году я хочу себя от этого освободить. Но, в принципе, меня как бы устраивает данная ситуация, что посеяла я томаты позднее. Вот. Вот так вот сейчас выглядит. Это от уральского дачника. Это которые семена мне были присланы на тестирование. Там есть побольше экземпляры, но я не стала доставать. Думаю, мне только этот нужно подсыпать. Так. Дальше. Что еще? Сейчас уберу код. Вот нужно снимать видео сразу у всех дела. У кого какие. Не трогай. Обстригла стаканчики, чтобы бетонию перевалить. Код, конечно же, уже все. На местности тут. Так. Чем хочу заменить? А нет. Давайте покажу Глаксинию и там уже дальше перейдем. Глаксинию тоже хочу сегодня перевалить в больший объем. Она у меня в стаканчике 100 миллилитров. И сегодня подхожу, смотрю, она стала мне выдавать бутоны. Так, как бы вам показать, чтобы было видно. Вот бутон. Вот он. Так. Где-то еще были бутончики. То есть она уже мне хочет, вернее, меня порадовать. Вот в междоузле бутончик там. То есть она у меня скоро зацветет. И чтобы ее не мучать, я хочу просто дать ей больший объем, потому что все равно стаканчика 100 миллилитров и мало. Вот. Дальше. Чем хочу заменить петунию? Петунию я хочу заменить катарантусом. Единственное, что он будет свисти прям так обильно, когда на улице жарко. Он также любит солнце. Но, в отличие от петунии, мне нравится то, что, во-первых, он еще не так распространен, как вот, да, везде, где-то кула не плюнь, везде эта петуния. Вот. Он сам пустится. То есть, вот смотрите. Вот мой катарантус. Он изначально пошел у меня в два стебля. Я его не прищипывала. Я ничего с ним не делала. Из междоузли он сам пускает вот эти все отростки. Вот они. Тут вот видно, что пошли они, да. То есть я вообще с ним ничего не делала. Я просто его посадила и посадила. Объем он прям такой гигантский, как петуния. Они требуют, что немаловажно. Вот этот вот катарантус. Он ампельный у меня, кстати. Он идет у меня в один ствол, но вот здесь, видите, вот из междоузли пошло, вот из междоузли пошло. То есть он сам по себе такой самостоятельный товарищ. Вот. Что касаемо петунии. Сорт петунии, который мне очень и очень не понравился. Это мультифлора серии Ураев. 1. У меня в цвете вельвет она. Еще есть такая звездочка в такую, но что-то я не наблюдаю у себя по нумерации, чтобы они мне, возможно, они либо не взошли, либо после пикировки как-то себя не очень хорошо чувствовали и они ушли в мир иной, так сказать. Вот смотрите, это петуния вот под номером 47. Это вот она и есть. Она, видите, она растет в одну палочку в такую. То есть она не дает боковых отростков. Я вот сейчас буду показывать другие экземпляры. Я не прищипывала никого еще, вообще никого не прищипывала. То есть вот как есть, так и есть. Вот этот вот так растет в одну палку. И вот, ну, к примеру, я не знаю, давайте вот эту, наверное, получше видно. Это у меня... Не помню, какая петуния. По-моему, это из серии... В общем, это петуния ампельная у меня. И смотрите, вот она сама уже пускает из боковых пазух отростки. Вот другая. Это вот петуния под номером 49, да, чтобы было видно, что это разные сорта. Так, вот, например, петуния под номером 44. Тоже начинает вон пускать. То есть кустятся они сами по себе. Так, это тоже 49. Так. Вот эту я вам показывала. Или вот, да, тоже. Она сама уже начинает тут ветвиться. Она сама себя, грубо говоря, формирует и без всяких тут танцев с бубнами. А вот эта петуния, кстати, вот между вот этой и вот этой петунией разница всего около, ну, наверное, недели полторы. Может две, не больше. Точно не могу сказать числа, потому что я уже не помню. И вот эта петуния посажена позднее, но она уже начинает тоже, смотрю, тут у нее корни есть, уже начинает, да, так активно расти. То есть петуния, которая была посажена позднее, большая доля вероятности того, что она догонит петунию, которая была посажена... Наоборот, петуния, которая была... А, да, которая была посажена ранее. Все правильно говорю. Вот. И чем я сейчас буду заниматься? Я вот эту петунию, которая у меня в 100 граммовых стаканчиков, я перевалю ее в стаканчики 200 грамм. В больший объем переваливать я не буду, потому что не вижу, как бы, особого смысла. Дело все в том, что у меня мало места, вот, а петуния, она мне нужна здесь только для того, чтобы, ну, я, там, что-то маме увезу, да, что-то еще там. То есть она мне нужна именно исключительно для... И для себя, в общем. А то, что останется для себя, так там уже буду разбираться, так сказать, по обстоятельствам. Я уже вам говорила, что я не особенно хочу петунию себе на участок. Сейчас я из стаканчика достану ее. Так, вот такая корневая у нее. Девочки в этой. То есть вот. Все, конечно же, сразу в земле. Так как у меня стаканчик 200 грамм, он не особенно, его горлышко больше, чем у стаканчиков 100 грамм, поэтому я просто на дно насыпаю грунт и сейчас по бокам обсыплю, и все. Если бы у меня был диаметр горлышка, вот, да, допустим, у стаканчика побольше, то, понятное дело, что я бы вставила стаканчик и так далее. То есть вы смотрите по своей ситуации, как вам удобней. Ау! Кот оцарапал! Ты что делаешь, а? Вот ты что, кот этот, да, взял? Больно как цапнул-то. Тебе заняться больше нечем? А? Нечем? Кроме как, вот, ко мне приставать. Вот такой вредный кот у нас. Так, ну вот, пересадила. С остальными петунями буду поступать точно так же. Конечно же, землю все потом уберу. Больше, в принципе, сказать нечего. Подкармливаю я все свои растения абсолютно одинаково. То есть я подкармливаю с каждым поливом, подкармливаю в меньшей дозе, которая указана, да, вот, например, указано, что нужно 2 грамма на литр, но подкармливать раз там в 10 дней, то, соответственно, у меня полтора литровая бутылка. Я беру 1 грамм на полтора литра и с каждым поливом подкармливаю. То есть вы смотрите по своей ситуации, учитесь на своих ошибках и на всем остальном, то есть, да, потому что что-то подходит мне, то не подойдет вам. У нас вода у всех разная, у нас грунт у всех все равно разный. Поэтому, вот, думаю, что будем прощаться. Кот обиделся на меня. Сейчас покажу его. Барсик, кс-кс, барсик. Ты обиделся на меня? Так, а зачем ты меня царапал? Зачем? Ну что ж, дорогие друзья, будем прощаться. Всем всего самого наилучшего, всем всего самого прекрасного. Всех обнимаю, целую. Всем пока-пока.